здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта проект про трейдинг да сегодня мы поговорим пятницу по таким вопросам обсудим первое это те торговые рекомендации которые я давал на битве аналитиков это первое второе расскажу также какие еще я дополнительные рекомендации сам торговал да со своими подписчиками подписчиками закрытом канале то что я обсуждал с учениками закрытом клубе также сегодня я проведу обучение скажем крав в кратком формате я расскажу некоторые нюансы которые нужно понимать трейдеру чтобы ориентироваться в рынке также скажу свое мнение по рынку плюс если у вас будут какие-то вопросы вы сможете напомню писать мне в telegram telegram указана под видео до будут возникать вопросы разного характера там по обучению по торговым сигналом по по рынку какие-то моменты вы хотите спросить потому материалу который я сегодня расскажу по обучению возможно возникнут какие-то недопонимания и так далее итак давайте начнем с с того что напомню в шапке под видео будет ссылка на мой скажем сайт это kukhtacapital.com там есть вся информация по поводу обучения торговых сигналов управления активами да там есть все контакты если что я здесь иногда публикую достаточно интересную информацию не только там скажем по битве аналитиков до ссылки а есть кто еще не ознакомился вот я недавно опубликовал информацию на на этой неделе называется статья затишье перед бурей там есть информация по поводу соотношениям индекса страха да и индекса волатильности опционов которые показывают аномальные значения на достаточно интересная информация почитайте на эта информация она взята из сайта зеро хэтч да это достаточно такой известный ресурс именно мне там интересная информация по экономике там достаточно много аналитических статей скажем такого характера фундаментального но он идет в разрез фундаментального то есть достаточно на многое можно подчеркнуть по поводу долгосрочных моментов на рынке поэтому ознакомливайтесь читайте дальше так давайте пройдемся по тем рекомендациям которые я советовал на битве аналитиков напомню понедельник и в среду я работал только с валютными парами советовал работать на рост доллара да и так я вначале расскажу что я советовал да как она отработалась и уже в процессе чуть позже я расскажу почему по каким торговым моделям как это понимаю на рынке у меня есть такая достаточно интересная картинка вот давайте изначально ее покажу это в закрытом клубе я ее опубликовал так вот сейчас секундочку где она где она вот 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 пример этой картинки то есть как как устроен тренд как на нем можно торговать то есть тренд состоит и любые движения на рынке из импульсов и коррекции да то есть условно вот есть пример импульс волна волна коррекции импульс волна коррекции импульс да и в принципе вот эти волны иногда можно забирать да то есть есть определенные сигналы на я расскажу и покажу примеры которые я писал подписчикам закрытом канале да и в принципе на битве аналитиков публично да не только там все пастфактум да вот вот сугубо вот с этой картинки я расскажу суть на давайте я буду параллельно прыгать туда-сюда чтобы пытаться вам объяснить как это все я определял итак смотрите давайте изначально начнем с этой картинки чтобы вам было более понятно вот не только я там буду порассказывать как хорошо сигналы отработали вот и так далее чтобы вы понимали и учились на на вот этом примере вот допустим у нас есть условно вот вот такой формат да у нас есть волна там один до тренд какой-то есть коррекция на потом снова импульс и на рынке на этой неделе я торговала скажем вот пример вот покупки вот был была у нас вот такая коррекция да и вот на этой коррекции я работал на рост доллара по таким валютным парам как евро доллар 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 франк австралийский доллар новозеландский доллар канадский доллар то есть я понимал рынок вот вот такой плоскости что у нас сейчас идет развитие коррекции то есть развитие там условно это волна 2 или волна 4 или волна там и бисе до коррекция идет до зависимости какая-то коррекционная волна и так далее в эти подробности мы в четкости не будем удаваться это уже больше я иду как бы на обучение рассказываю но я вам хочу рассказать суть как я принимал решение то есть я считал что на рынке идет коррекционная волна и мы дальше будем двигаться на рост доллара то есть вот чтобы вы понимали вот таком формате да то есть вот у нас был какой-то определенный тренд как у нас идет да по индексу доллара там вверх вниз вверх вниз и вот чтобы вот этот низ купить и понять что мы дальше будем идти на верх не падать да дальше вниз есть определенные паттерны модели которые показывают нужно покуп покупать данный момент или нет да то есть это идет формирование можно его определять с точки зрения там свечного анализа у меня идет набор нескольких параметров это свечной анализ да я смотрю как идет формирование свечей то есть есть известные свечи это допустим там поглощение бычья медвежья есть там pin bar и у меня есть еще дополнительно какая-то комбинация своих моделей да там импульс накоплением то есть более мелкого там фрейма то есть вот на этой неделе я вот видел на рынке что идет коррекция скорее всего и была определенная комбинация которая показывала что скорее всего будет рост доллара а то есть это если вкратце на можно также брать от лучше лучше торговать то есть когда есть вот такой импульс да на рынке и ждать коррекцию после данного импульса и покупать на продолжение роста это первое то есть вот такой момент возможно торговать вот здесь то же самое то есть есть импульс есть коррекция да и вот эту коррекцию выкупать тоже уже нужно смотреть набор формирование паттерна определенного и по нему уже покупать или там или не входить в рынок если что-то не подходит также есть моменты на рынке когда можно не только вот ну по правилам нужно скажем покупать и такие коррекции дальше на продолжение импульса тренда да но также есть момент вот допустим вы купили вот здесь до купили и рынок пошел в вашу сторону и есть не только точка входа есть еще точка выхода с рынка да то есть это тоже самое главное самая простая точка выхода это просто брать какое-то соотношение там условно там два к одному три к одному там пять к одному десять к одному и так далее да по прибыли есть еще момент когда формируется обратный сигнал на рынок да когда рынок пошел наверх и в данной точке вот точка 3 у нас рисуется какой-то момент на снижение чтобы не пересиживать вот эту просадку а эта просадка может быть как небольшая и дальше наверх так может уйти рынок вниз да мы не знаем точно какая комбинация дальше будет я иногда вот при формировании вот определенного паттерна модели могу здесь выйти да и или даже если нарисуется какой-то паттерна шорт я могу войти в шорт и брать вот эту коррекцию но это очень рискованно потому что это мы уже торгуем против тренда вот этого импульса то есть лучше брать вот эти коррекции на как далее вот я даже приведу пример вот вот таких моментов которые я с ребятами обсуждал и торговал на рынке это если вкратце если уже более подробно вам данные модели интересная то есть со всеми моментами это уже мы можем обсудить на курсе обучения да давайте по рынку примеры которые я давал на битве аналитиков то что вы видели публично да ну допустим я давал рекомендацию на снижение индекс австралийского доллара да смотрите то же самое что я показал ну давайте в таком вот эту волну будем размечать условно давайте посмотрим вот этот это это был пример восходящего тренда это нисходящего тренда то есть вот у нас условно идет импульс да там волна условно один вот это идет коррекция да то есть это волна 2 условно коррекция то же самое снова импульс коррекция там условно 3 4 это скажем более мелкая формат то же самое импульс 5 коррекция да то есть я видел на рынке что это всего навсего коррекция и я продавал на пробой вот уровня поддержки который был это на битве аналитиков напомню в понедельнике в среду я давал селл стоп на уровне 0.7320 да на пробой со своими подписчиками мы продавали по более выгодной цене мы где-то вот в этом диапазоне продавали австралийский доллар то есть то же самое вот если посмотреть на то есть я видел это как импульс это уже как коррекцию да вот коррекцию плюс вот если локально более разбирать то у нас был здесь аналогично импульс вот импульс и аналогично коррекция да то есть я видел что с этого всего накопления мы будем выходить вниз и в принципе мы получили я бы сказал даже достаточно хорошее движение на данный момент вот на сегодня прям если что-то торговать по средскому доллару здесь нету ничего но есть момент что у нас как вариант может заканчиваться вот вот это импульс и и будет рисоваться какая-то коррекция наверх по данному инструменту пока я жду есть у нас скажем один из сигналов которые сигнализируют об окончании этого импульса это дивергенция да на дневном графике нам еще нужно здесь чтобы условно купить австралийский доллар нужно нарисовать определенную модель да какую-то свечную комбинацию это уже по факту когда нарисуется да то есть вот с примера который вот здесь есть может быть как вариант вот вариант 5 да когда нарисуется бычье поглощение да в нашем примере по австралийскому доллару в таком случае возможно будет рассматривать покупки по австралийскому доллару потому что продажи у нас уже отработались я напомню что я говорил в понедельник в среду продавать и у нас здесь будет очень сильное движение вниз и в принципе можно часть сделки закрыть часть сделки оставить вот сегодня с понедельника среда по пятницу мы видим очень сильное снижение вниз то есть вот самый главный момент чтобы вам понять это нужно нужно ждать вот таких моментов которые нарисуются вот на данной картинке если ничего нету на рынке самое главный момент это то что нужно уметь ждать если вы не умеете ждать то это все бесполезно да потому что бывает моменты на рынке когда нужно подождать несколько дней неделю две чтобы что-то сформировалось очень хорошее да потому что вот нужно время допустим если прошла вот вот эта волна 3 да условно коррекция и это это может пройти время это может пройти неделю а может и 2 и 3 и чтобы купить вот здесь на продолжение то есть нужно уметь подождать а как мы знаем все трейдер трейдер ежедневно он планирует что-то торговать да и вот поэтому многие теряют на рынке большинство точнее потому что не умеют ждать и так это австралийский доллар я советовал продавать также канадский доллар советовал и рекомендовал в понедельник в среду я говорил что можно часть закрыть часть удерживать назывались цели в понедельник по покупке это мы покупали канадский доллар в районе там 1.25 с копейками там где-то в районе там 1.25 1.25.40 то есть вот вот этот диапазон то есть и советовал с целями примерно 1.28 возможно выше то же самое то что на картинке смотрите то есть мы имеем условно там 1.2.3.4.5. это мелкого мелкого формата то есть можно вот таком формате дальше вот это снова коррекция 6 имеем 7 то есть таком формате это если все волны все волны просчитывать здесь возможно скажем вот в таком формате еще как вариант смотрите если вот по волновому анализу то есть это получается 1 2 а потом 3 4 то есть я видел что вот это скорее всего происходит коррекция вот это движение вниз это коррекция его нужно выкупать еще был вариант что она может затянуться чуть пониже еще там пробовал скажем играть на понижение но скажем вовремя вышел и скажем купил и советовал ребятам купить валютную пару то есть вот в таком ключе то есть вот вот аналогичная картинка и у нас выстрел наверх аналогично с австралийским долларом то есть здесь есть дивергенция если нарисуется какой-то момент на коррекцию вниз то мы будем ее дальше реализовывать и пока сейчас нету ничего да то есть поэтому вот данные две рекомендации я давал на битве аналитиков также параллельно я говорил о новозеландском долларе да здесь аналогично то есть в это уже я своим подписчикам советовал продавать то есть это был как импульс и вот это все коррекция колрекция то есть вот здесь мы продавали аналогично то есть был здесь локально-импульс и коррекция здесь мы продавали и движение как видим очень хорошее вниз То же самое, как и по канадскому доллару, по австралийскому доллару. Здесь пока на сегодня, точнее, ничего нет. Ждем, ждем новых каких-то сигналов. Это будет на коррекцию, на дальнейшую, да, вверх. Или это будет, скажем, на продолжение вниз. То есть уже нужно по факту смотреть, какая консолидация дальше будет происходить. Плюс индекс доллара. Давайте с индексом доллара разберемся. Напомню, индекс доллара я, скажем, покупаю все время. Кто смотрит битву аналитиков, у нас с Артемом Деевым есть такой момент. Он все время шортит с фундаментальной точки зрения. Я с технической точки зрения, со своего видения рынка, вижу только покупки. То же самое, смотрите, в понедельник я говорил, что здесь, скорее всего, будет покупочка по индексу доллара. То есть у нас это как импульс и вот это коррекция. То есть, ну, если уже вот так размечать, вот вверх, вниз, вверх, вниз, коррекция. Да, то есть кто смотрел еще в начале месяца битву аналитика, вот здесь я советовал покупать. То есть это как коррекция. Коррекция, да, коррекция. То же самое, импульс, коррекция. Вот такие моменты. То же самое здесь, пробили хаи, все. Сейчас ждем новых, новых каких-то вот таких коррекционных движений. И будем работать или на коррекцию, или на продолжение. То есть вот в таком ключе. Коррекция может быть и глубокая. То есть, дальше евро-доллар. Аналогично. То есть сейчас все валютные пары, они одинаково сходили. Евро-доллар мы продавали с ребятами вот здесь. То же самое, смотрите, вниз, коррекция. То есть, ну, это такая более сложная сделочка. Доллар-франк я в пятницу, точнее, ну, сегодня пятница, то есть в среду говорил здесь покупать. То есть мы локально отработали, сейчас, как видим, доллар-франк чуть-чуть отстает от своих других валютных пар и доллар-иена. Почему? Потому что это, вот как мы видим, доллар-иена, доллар-франк и золото, это валюты тихой гавани, да, в случае какого-то форс-мажора на рынке. Как сейчас у нас происходит с дельта-штаммом, да, ковидом в Китае, в тихо-тихо-азиатском регионе, да, там Австралия, Новозеландия. Вот пока, скажем, эти валюты чуть-чуть как бы балансируют с долларом, нету какого-то однозначного укрепления доллара. Потому что вот евро-доллар, допустим, доллар укрепляется, фунт-доллар, доллар укрепляется, новозеландский, австралийский доллар аналогично. А вот доллар-франк и доллар-иена, они, скажем так, балансируют. Вот и сейчас все возможно здесь. Пока я все-таки склонен к росту доллара-франка. Мы с подписчиками, в принципе, удерживаем часть сделки, часть зафиксировали на продолжение. Сейчас новые точки входа. Возможно, по доллар-франку, кто раньше не покупал, купить его. Но есть нюанс, который мне не нравится, что желательно бы какие-то коррекции по индексу доллара, евро, доллару. И, конечно, мы можем дальше падать, падать камнем, и доллар-франк будет расти. Но вот этот нюанс меня смущает, да. Потому что по евро-доллару, ну, дальше, конечно, здесь смотрится вниз, но какую-то коррекцию никто не исключал. Здесь есть куда падать на 1.16, на 1.15, 1.14 и так далее, да. Поэтому пока рискованно можно купить доллар-франк. Сегодня это у нас цена 0.9165, а точнее я бы лучше уже с понедельника покупал данную валютную пару. То же самое я видел, что это у нас импульс, коррекция. Дальше продолжение должно быть обновление вот этих хаев, там 92.50 и выше туда в космос. Сейчас вообще я видел, вижу эту пару вот так, скажем, вот в таком ключе. То есть вот вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз и вот сюда. Где-то в район там 94, 96. Вот так я вижу данный инструмент. Возможно, более через какую-то глубокую коррекцию. Ну, в таком случае у нас индекс доллара будет просто в космос лететь и так далее. Поэтому пока вот так. Из сегодняшнего, скажем, такого обучающего формата, обзора, разбора, пока могу посоветовать покупку доллара-франка. Дальше. Что у нас есть еще из интересного? Ну, нефть. В принципе, я в среду говорил, что я за шорт. Да, то есть, как видим, мы обвалились неплохо. Дальше. Золото. По золоту сейчас стоит обратить на уровень там сопротивления 1793. Возможно, еще какой-то ложный пробой. Посмотрим, как закроемся. Уже с понедельника я уже буду более, скажем, уже понимать, что здесь происходит. S&P 500. Dow Jones, Nasdaq. Вот здесь могу дать рекомендации. Очень рискованный, потому что это контр-тренд. Я уже со своими подписчиками и учениками обсуждал шорт Nasdaq, шорт S&P с некоторыми учениками, которые интересуются. Почему это сложно? Потому что у нас вот, смотрите, у нас четкий идет тренд по S&P 500. Сейчас, вчера уже протестировали. Я надеюсь, что его пробьют. Конечно, очень сложно. Допустим, давайте крупно посмотрим. Кто помнит и кто смотрел в начале 2020 года, я спрогнозировал момент снижения индекса S&P 500. Мы получили снижение на 30%, чуть более даже. То же самое я здесь вижу. Напомню, почитайте вот эту статью «Затишье перед бурей соотношения». То есть вот это накладывается с точки зрения таких, скажем, не фундаментальных. Фундаментальный уже фактор, в принципе, возможно, будет в Джексон Холле что-то более подробное скажут. Здесь есть такие нюансы по индексу страха, по опционам. Почитайте, очень интересные. Я думаю, этот момент будет, скажем, таким фактором, а катализатором. Возможно, что-то скажет в Джексон Холле, Павел, и это брушит рынки, как вариант. Поэтому я с S&P Short был импульс, была вчера коррекция такая небольшая. Вот и очень-очень хорошо NASDAQ. Мы с ребятами обсуждали, вот смотрите, я писал и в закрытом клубе. Вот сейчас, смотрите, давайте посмотрим. Четко я расписывал, почему. Так, где у нас вот этот пример? Вот. То есть вот пример, почему я вот здесь уже понял, что где-то примерно 17 августа я ребятам писал, что здесь вот скидывают импульсами. То есть вот эта плита 15150, мы ее никак не можем пробить. И пока я вижу снижение по индексам. Конечно, оно может быть очередным какой-то коррекцией, дальше мы пойдем расти. Но факт есть факт, что сейчас есть возможность играть на понижение. То есть, еще что мы обсуждали. Фунт-доллар. Фунт-доллар мы шортили с ребятами. Вот был торговый сигнал. Все обоснованно мы расписываем, почему мы шортим. Вот. Сейчас вот я вам покажу. Вот сигнал. Смотрите. По фунту шортили. Да, вот. Австрийский доллар. Золото пробовали шортить, но золото я успел выйти в безубытки. Потому что его там откупили. Это еще было на прошлой неделе. То есть, где вот. Вот я писал, что золото пока закрываем. Дальше что мы еще брали. Вот доллар-иена. Вот на прошлой неделе. Вот тот момент, который коррекционно я вам говорил. Смотрите. То есть, у нас был импульс, коррекция. То есть, вот это я видел, что у нас здесь скорее снижение будет. Это доллар-иена. Вот. И у нас индекс доллара. Смотрите. Здесь я скорее всего видел коррекцию. То есть, вот. То есть, у нас идет тренд наверх. Но вот такие моменты можно понимать, когда войти рискованно контр-тренд в шорт. Плюс выйти с ланга, закупиться пониже. То есть, вот это аналогичный пример. Вот по индексу доллара. Как я вот здесь приводил пример. Да. Вот здесь, да. То есть, это что-то наподобие. Вот три. То есть, нарисовался шорт. И можно было брать коррекцию. Так, что мы еще параллельно торговали. Ну, канадский доллар там пытались шортить. Вышли сразу и купили. Вот. То есть, мы его купили. То есть, ребятами. Дальше. Новозеландский доллар. Шортили. То есть, как я уже сказал. Конкретно дается точка входа со стоп-лоссом. То есть, объяснение. То есть, вот четко. То, что я вам показывал. То есть, мы не только зарабатываем. Иногда теряем. Да. То есть, есть понятные стопы. Есть периоды стоповые. Да. Мы еще зарабатываем. Зарабатываем на это. И параллельно учимся. Это самое главное. Потому что многие трейдеры не только там хотят зарабатывать. И еще и учиться. Есть много моментов, которые мы там косяки, допустим, условно, с прошлым годом, с текущим годом. Какие-то недоработки мы прорабатываем в себе как трейдеры, как управляющие. Потому что есть моменты там по рынку. Что-то не учитывали. Куда-то лезли, куда не нужно. Сейчас мы стараемся вот таких моментов избегать. Допустим, был там период каких-то стопов. Почему эти стопы? Давайте это исключать из своего трейдинга. То есть, это все прорабатывается. И с каждым годом я в понимании рынка, моя супруга, которая работает со мной. Мы, скажем, улучшаемся. Где-то бывают хорошие периоды, где-то косяки. И мы стараемся вот эти косяки, извлекать из них моменты, чтобы меньше-меньше их было в будущем. Потому что они есть. То есть, нет такого, что все идеально. Все идеально всегда идет. Нет. Есть периоды, когда идет какой-то косяк. И самое главное от него, скажем, научиться в следующий раз там избегать вот этих моментов. Так, что мы еще торговали? Ну, франк. Франк вот покупали. То есть, один раз по безубытку выходили. Мы потом вот перезаходили. Перезаходили в него. Вот, да, вот здесь мы перезашли. То есть, это был перезаход. И так далее. То есть, евро шорт был. Да, вот, четко. Смотрите, четко. Вход 1.17.65.70. Ну, там диапазон может быть несколько пунктов 5-10. Потому что бывают участники. Если, допустим, ты дал торговый сигнал, участник условно посмотрел там сразу, бывает через 5 минут, бывает через час, чтобы ему дается какой-то небольшой диапазон. Там 5 пунктов, 10 пунктов, 15 пунктов. Что это еще, скажем, этот диапазон готовый для шорта. Четко стоп-лосс. Профит мы иногда ставим. Иногда мы ставим открытость, чтобы смотреть на реакции на рынке и так далее. Так, это что касается торговых рекомендаций. Неплохо эта неделя зашла. Я думаю, вы заметили это по битве аналитиков. С торговых рекомендаций на сегодня это возможность, как я уже сказал, покупки доллара-франка. Я лично сегодня покупать не буду. Но, скажем, уже лучше с понедельника на битве аналитиков я бы его обсудил более подробно. С индексов шорты возможные. Но, конечно, сейчас уже цены не такие хорошие. Ну, если бы, скажем, были подписчиками или учениками, я бы вам более детально разжевал. Вот мы с Евгением, если он сегодня будет смотреть. Мы с ним обсуждали вчера вечером как раз с S&P 500. Возможность добавления в шорт и так далее. Ну, если он здесь будет, посмотрим, как сегодня рынок закроется. Желательно дальше провалиться, пробить вчерашние минимумы, чтобы было больше шансов на снижение. Пока я за шорт. Так, что еще хотел сказать. Помним об этой картинке, как работает рынок. Вот все рынки одинаково сходили. То есть, напомню, статью еще почитайте. По поводу обучения. На сайте есть вся информация. Будут вопросы, пишите. Вот это все мы изучаем. Здесь еще больше информации, да. Напомню, все ученики, которые обучаются, они попадают в закрытый канал сигналов. Да, на год, бесплатно. Есть сейчас скидка достаточно хорошая, 50%. Поэтому будут вопросы, записывайтесь. Записывайтесь. Вот такие дела, ребята. Всем удачной торговли. Будут какие-то хорошие идеи. Мы их будем на битве аналитиков. Канале торговых сигналов, да. То есть, чем отличается канал сигналов? Там больше сигналов. Четкая точка входа вовремя. Потому что битва аналитиков, конечно, там есть небольшой минус. Мы пока записали, пока скинули, пока вы посмотрели видео. Нужно еще промотать все минуты. Там еще не только. Там конкретно торговые рекомендации. Мы еще что-то обсуждаем. И нужно все просмотреть. Это время. Если что, вот в таком ключе. Все. Всем пока. До понедельника. Если все будет нормально, в понедельник встретимся. Если нет, в следующий раз, в среду. Вопросы пишите. Пока. Удачи.